Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец лично-пособного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о необычайной ягодной культуре, о розолисной малине. Розолисная малина, она же тибетская, земляничная малина, малина-клубника, как ее называют в народе. Что же это за ягода? Родом земляничная малина из Юго-Восточной Азии. Это невысокий кустарник до 1 метра высотой. Побеги травянистые, густо усыпанные шипами. Цветет малина июня-июля крупными белыми цветами. Ягода начинает созревать уже в начале августа, и созревание длится до самых морозов. Ягода очень крупная, в диаметре может достигать 3 сантиметров. По вкусу ягода сладкая, но без особого аромата. Вкусовые качества раскрываются при приготовлении варенья. Оно получается по вкусу необычайно вкусным и ароматным. По вкусу напоминают варенье, клубники и малины. А еще розолесная малина – очень хороший медонос. На цветах малины в период цветения очень много пчел и шмелей. Посадку переносит в любые почвы, но предпочитает рыхлые плодородные. Вместо посадки следует выбирать солнечное, как и для обычной малины. Исключением являются южные регионы, где малина может расти и в тени. Перед посадкой малины нужно учесть важный момент. Розолесная малина – крайне агрессивное растение. Она быстро разрастается корневой порослью и захватывает обширные территории. Перед посадкой следует оградить место. Используют шифер, либо куски профнастила. Их вкапывают в землю и проводят посадку розолесной малины. Можно также использовать старые баки. Их вкапывают в землю, заполняют плодородной почвой и проводят посадку. Это не дает разрастаться корневой поросли. Если же такой возможности нет, малину можно просадить и без ограждения. Но тогда нужно проводить регулярный покос вокруг кустов. Уход за розолесной малиной такой же, как и за обычной малины. Ей нужны регулярные подкормки, поливы, прополки. В период вегетации ранней весной малины следует подкормить азотными удобрениями. В период цветения плодоношения ей нужны калийные удобрения и фосфорные. После наступления холодов вся надземная часть малины отмирает. Ее нужно срезать и замульчировать место посадки перепревшим навозом, либо компостом. В зимний период это послужит хорошим утеплением от подмерзания корневой системы, а также послужит отличным питанием в будущем сезоне. Размножается розолесная малина корневой порослью. В осенний период, либо весной, когда появляются небольшие всходы, кусты можно делить. Откапывают молодые ростки и высаживают на постоянное место жительства. Так как розолесная малина очень любит хорошие плодородные почвы, перед посадкой нужно внести много органических удобрений. Глубина посадки небольшая, так как у малины поверхностная корневая система. Заглубляем примерно на 10 сантиметров. После посадки нужно пролить хорошо почву, чтобы земля уплотнилась и корневая система хорошо прижилась. Место посадки также лучше оградить какими-то материалами для предотвращения разрастания малины. Розолесную малину также можно использовать как декоративную культуру. Из нее получаются невысокие бордюры, можно использовать для посадки в цветниках. Она имеет очень декоративные большие белые цветы в период цветения, а также очень яркие красочные ягоды. Вредители и болезни поражают розолесную малину крайне редко. Это очень выносливая и неприхотливая культура. Всем советую посадить данную культуру у себя в саду. И она будет долгие годы радовать вас зрелыми, красивыми ягодами. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok